В холле Читов-арены зрители встречают патриотичными песнями, а на главной площадке этапа Кубка Вооруженных Сил России по армейскому рукопашному бою татами и плотная разминка финалистов. Зрители увидели 7 главных поединков этого турнира. Регламент боя 4 минуты чистого времени. Все по законам армейского спорта. Армейский рукопашный бой является военно-прекламным видом спорта и само собой он зародился в вооруженных силах, развивается в вооруженных силах. И если говорить о том, какое место занимает, то, конечно же, центральное, потому что именно рукопашный бой в системе физической подготовки любого военнослужащего занимает одно из центральных мест. Этому уделяется огромное внимание. Проводятся занятия по физической подготовке. Одна из тем, это как раз рукопашный бой. Там отрабатывается и борцовская техника, и ударная техника. Конечно же, военнослужащим это очень помогает во время проведения определенных специальных задач. Среди участников, а их порядка 70, есть срочники и ветераны боевых действий для людей, которые были в горячих точках. Полученные на турнире травмы не помеха для выступлений в финале. Была немножко, но потом, да, я получил здесь буквально вчера. Очень переживал по этому поводу. Всячески там мази понабрал в аптеках всяких обезболивающих. Но, опять же, говорю, слава богу за все. Есть то, что есть. Как видите, я затейпировался сильно, крепко. Была травма толстого пальца. В бескомпромиссных и ярких и ударных поединках чаще всего победы одерживали десантники. Именно команда ВДВ забрала и первое общекомандное место. Теперь ей предстоит принять участие в финале Кубка Вооруженных сил России по рукопашному бою, что пройдет в Рязани в конце ноября. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.